В память о массовой депортации 1949 года в Даугавпилсе, как и во всей Латвии, отметили День памяти жертв коммунистического террора. 43 тысячи человек были вывезены в вагонах для скота в Сибирь. Безымянные могилы разбросаны на всем этом долгом пути. Свечи и цветы родные и близкие приносят сюда, к мемориальному камню. Мероприятие началось с шествия от костела Святого Петра в Верегах до сквера Андрея Помпура. Открывая драурный митинг, мэр Даугавпилса Янис Лачвис подчеркнул, что страшные страницы нашей истории – война, две депортации, геноцид еврейского народа – должны стать уроком для новых поколений. Люди, которые были вывезены из своих домов, увезены на чужбину в Сибирь, зачастую в нечеловеческие условия, сохранили и веру в себя, и веру в людей, не озлоблены на других. И они являются примером, как надо верить жизни. Пронзительные рассказы о пережитом Лидии Дульбинской, Елены Корженевской, Геновеве Кечине и других воссоздавали события тех роковых дней, когда за один день были изгнаны со своей земли десятки тысяч человек. У нас тогда была сестричка, три годика, царство небесное уже четыре года, как ее нету, а второй сестричке было 11 дней. Ну и все, давайте вставайте туда-сюда, мол, враги народа. Ну какие враги народа? Эта 11-дневная девочка, эта беденькая, это уже враг народа. Каждое воскресенье Богу молились, все, и подводят, как оно, и говорят, детки, смотрите, вот там Латвия, там наша Латвия. Даст Бог, вернемся. Ну, Бог дал, вернулись. Выступающие говорили и о том, что в любые времена и при любых режимах у человека остается право выбора, как поступать, и моральные ценности зачастую оказываются сильнее пропаганды и бесчеловечных приказов. Если говорить о высланных, то несмотря на то, что советская власть внушала всем, что это враги народа, местные помогали этим людям выжить. Власть не могла проконтролировать все, что происходит в далекой Сибири. Давали картошку, хлеб, другие продукты. Человек остается человеком. В памятных мероприятиях сегодня участвуют те, кого вывозили в Сибирь в детском возрасте. Тех, кто был взрослым, уже нет с нами. Но эстафета памяти передана внукам и правнукам.